Готовность 95%. Депутаты городской думы сегодня посмотрели отремонтированное здание 2-го корпуса 51-й школы. Туда из основного здания переедут начальные классы. И со 2-го апреля начнутся уроки. Школу переоборудовали из Центра повышения квалификации. Вместе с народными избранниками новое здание оценила и Елена Шарыгина. Пищевой блок, актовый зал, учебные кабинеты. 2-й корпус 51-й школы почти готов к открытию. Учиться здесь будут ребята из начальной школы. Раньше все дети ютились в одном здании на Калинина. Учились в две смены. Чтобы разгрузить учебный процесс, городские депутаты предложили передать здание Новоровского 74, где располагался Центр повышения квалификации под второй корпус школы. Хорошее решение, потому что несколько лет назад мы рассматривали это здание как резерв при увеличении численности детского города Кирова. И сегодня этот опыт, который мы видим в 51-й школе, его можно в дальнейшем уже будет распространять на другие школы. Учебный процесс в новом здании планируется запустить 2 апреля. Но впереди еще много работы. Например, установить систему видеонаблюдения и благоустроить территорию около школы. Тем не менее, большая часть работ позади. На переоборудование помещений потратили около 70 миллионов рублей. По словам депутатов, эти траты не соизмеримы со строительством новой школы. Для нас это очень важно. Конечно, у нас очень большая наполняемость в школе. Нам сложно очень работать в таких условиях. Поэтому я думаю, что мы разгрузимся. Мы будем свободнее себя чувствовать. И у нас больше времени останется и места для того, чтобы организовывать дополнительные занятия. Учиться во втором корпусе будет около 600 детей. Это ребята с 1 по 4 класс. Кроме того, в основном здании нет отдельного актового зала. Поэтому все общешкольные мероприятия будут проводиться здесь, в новом корпусе 51-й школы. Елена Шарыгина, Алексей Зырянов. Бюро новостей Давича.